Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и я задался вопросом, влияет ли насадка на глушитель на звук работы двигателя, поскольку, как утверждают некоторые игроки, смена этого элемента тюнинга заставляет мотор звучать по-новому. И в этом ролике мы проверим, так ли это на самом деле, или же насадки на глушитель это обычная бутафория, которая только преображает машину внешне. Запасайтесь макарошками по-флотски, мы начинаем. В общем, ссылка в описании. Итак, для проверки этого параметра я сделал выборку из 8 автомобилей, которые отличаются классами, в которых находятся количество модификаций и временем добавления в игру, проще говоря, появились с разными обновлениями. А именно сегодня мы протестируем два внедорожника, это Benefactor Dapst, купленный в автосалоне Симона, и Ubermacht Treble GTS. Среди спортклассики я буду проверять Энни Сейвестра и Benefactor Stirling GT. Два маслкара из сегодняшней выборки, это Vapid Dominator GTT и новенький D-класс Vigero ZX. И среди спорткаров я выбрал Ocelo Gigalar и Lampodati Corsita. На каждой из машин я проверю по три глушителя, а именно отличие звуки запуска двигателя, работу на холостых оборотах, зажатую петель газа, звук работы при разгоне и на максимальной скорости. В конце ролика мы выясним, влияет ли изменение насадки глушителя на звук работы двигателя. И поехали! Первым на тесте у нас будет внедорожник Benefactor Dapst. У него есть три глушителя, стоковый, титановый и сдвоенный, их-то мы и проверим. Для начала заводка двигателя, работа на холостых и при зажатом газе. В этом случае звук работы двигателя одинаковый, но за маленьким исключением. При стоковом глушаке нет звука отсечки, а при двух других вариантах он есть. Пламя из глушителя не выходит во всех случаях. Послушаем звуки при разгоне и на максимальных оборотах. Вот здесь разница есть. Я не уверен, что вы слышите ее в своих динамиках, но стоковый глушитель на Dapst работает тише. А два других варианта более громко и басиста, особенно последний, третий вариант. Это совсем незначительное изменение и его слышно только если прислушиваться. Это был лишь первый испытуемый. Теперь посмотрим, как работает Ubermacht Replug GTS или GTS. У нее также проверим стандартный глушитель, овальный и двойной глушитель Infinity. Для начала запуск двигателя, работа на холостых и максимальных оборотах. Запуск двигателя и холостые обороты одинаковы во всех случаях. При перегазовке также нет отсечки на стоковом глушителе. На двух остальных он есть. Послушаем разгон. Да, вот здесь прям слышится рычание мотора на модифицированных насадках. На стандартный двигатель звучит, как у какой-то малолитражки. Теперь максимальные обороты. Здесь разницы вообще никакой. Все три глушителя звучат одинаково. Переходим к классическим спорткарам. Первая из этого класса Ennis Seivestra. Проверяем стандартный глушитель, Басадзоку глушитель Шакотан и сдвоенный глушитель. Для начала запуск двигателя. Он одинаковый во всех случаях. Своебразный, конечно. Теперь работа на холостых оборотах. Здесь наоборот. На холостых оборотах стандартный глушитель работает немного громче. Теперь газ да усрач отсечки. В случае с этой машиной пламя из глушителя выходит во всех вариантах. Далее слушаем разгон и максимальную скорость. Субтитры создавал DimaTorzok Опять же в случае с этой машиной никакой разницы я не заметил. Берем другой классический спорткар. Benefactor Steedling GT. У него как раз три глушителя. Стандартный, титановый и гоночный. Проверяем запуск двигателя. Работу на холостых, максимальных оборотах при разгоне и при максимальной скорости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У стирлинга изменений никаких. И пламя при отсечке во всех трех случаях и звук работы двигателя одинаковый. Переходим к маслкарам. WAPI Dominator GTT. Сравнивать будем стандартный глушитель, гоночный и глушитель HotRing, который сбоку. Звук запуска здесь одинаковый. По работе на холостых оборотах отличается третий глушитель HotRing, а именно он работает тише, я думаю за счет того, что находится дальше. Карбюратор в этом случае не меняет принципа своей работы. Звук на полном газу идентичен звуку на холостых, а вот звук разгона и максимальной скорости у Dominator одинаковые во всех случаях. Сравнивать будем стандартный глушитель. Следующий маслкар на очереди The Class Vigero ZX. Будем смотреть стандартный глушитель, двойной титановый и бронзовый спортивный. «Бантот Ernстанская Холостыхетка» «Бантот НГ Виме» «Бантот Ernстанская Холостыхетка» Абсолютно во всех случаях звуки идентичные, никаких изменений не обнаружено. И последние два автомобиля из сегодняшней выборки это спорткары. Начнем с Ацелоджигелар. У него есть три вида глушителей, стандартные, толстые трубы и парные. Давайте проверять. Запуск двигателя, холостые обороты и тапок в пол идентичны во всех случаях. Разгон у спорткара также не отличается. А вот на максимальной скорости изменения есть. В случае со стандартным глушителем машина выжимает все обороты из двигателя. А с двумя другими нет. Я проехал этот трек несколько раз. И если ставить на Джигелара другой глушитель, то по какой-то неведомой причине обороты не доходят до максимума. На финальное время эта характеристика не влияет почему-то. Например, со стоковым глушителем Джигелар показал время 59,2 секунды, а на другой насадке, где обороты не достигали максимума 52,5. Доля секунды для такого трека это погрешность. То есть, несмотря на то, что в случае со стоком машина орала как потерпевшая, а в случае с другими вариантами ехала как бы не напрягаясь, на финише время у них одинаковое. Логично это объяснить я не могу. Скорее всего баг, а может быть фича. И прежде чем сделать выводы, проверим последний свеженький спорткар ламподати Корсита. У неё мы проверим стандартный глушитель двойные круглые и двойные квадратные. Субтитры создавал DimaTorzok Звук запуска двигателя холостые обороты, тапок в пол, разгон и максимальная скорость не меняются на этом автомобиле при изменении глушителей. И вот мы подобрались к выводу. Знаете почему на Корсите не меняется звук? Потому что что Корсита, что Vigero ZX это новые машины. А чем моложе обновление, тем меньше разработчики заморачиваются над проработкой таких мелочей в автомобилях. Зато если посмотреть более старые машины, как Dabst, о которой в игре с её релиза, и Ubermacht Rebel GTS, добавленные с обновлением ограбления казино, то мы заметим, как над этим параметром работали тщательней. Поскольку при стоковом глушителе из него не выходит пламя при отечках двигателя. Да и сам он работает тише. Так что вывод здесь однозначный. Раньше было лучше. Имеется ввиду, что мелкие параметры, которые не замечаешь, если на них не смотреть, прорабатывались. А сейчас от всего этого отказываются в пользу экономии людского ресурса. Чтобы сделать очередное обновление АБК, тем самым бросая все силы на разработку новой игры. А что касается эксперимента, то по его результатам мы выяснили, что изменение глушителей раньше делало звук работы двигателя громче и добавляло фишек по типу отсутствия пламени. А некоторые по типу джигелара обзаводились багами, что на немаксимальных оборотах ехали так же быстро, как при полной нагрузке на движок. Надеюсь, данное видео вас не утомило и вы почерпнули здесь для себя что-нибудь новенькое. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока.